На повестке дня 34-го внеочередного заседания Совета депутатов муниципалитета значилось три вопроса. Два из них касались традиционного присуждения почетных званий накануне Дня города. Как правило, каждый год специальная комиссия выбирает одного из представленных кандидатов и предлагает народным избранникам присвоить ему звание почетный гражданин Ленинского городского округа. В исключительном случае комиссия вправе выбрать более одного кандидата на почетное звание почетный гражданин, если среди кандидатов есть кандидатуры, достигшие высоких результатов в сфере науки, искусства, спорта, подтвержденных международными наградами. Депутаты поддержали эту инициативу. Таким образом, в этом году им было предложено наградить сразу двоих жителей почетным званием за вклад в развитие муниципалитета и повышение его статуса в масштабах Московской области. Это Анашкина Татьяна Викторовна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Видновская гимназия и второй почетный гражданин кандидата Романадзе Гульнара Джамаловна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детский оздоровительный образовательный центр Дельфин. Народные избранники проголосовали за данные кандидатуры. Также депутатам предстояло рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение о бюджете Ленинского городского округа, данный пункт повестки предварительно прошел обсуждение на профильной комиссии. Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2021 год по доходам в сумме 9 млрд 635 млн 210,9 тысяч рублей. По расходам 11 млрд 503 млн 474,2 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 1 млрд 868 млн 263,3 тысяч рублей. Контрольно-счетной палатой муниципалитета была проведена экспертиза документа и получила подтверждение предложенных изменений. Прошу голосовать, кто за. Большинством голосов решение было принято. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.